Вторая книга Паралепоменон, тридцать вторая глава И с военными людьми своими засыпать источники воды, которые вне города, и те помогли ему. И собралось множество народа, и засыпали все источники и поток, протекавший по стране, говоря, да не найдут цари ассирийские, пришедшие сюда, много воды. И ободрился он, и восстановил всю обрушившуюся стену, и поднял ее до башни, и извне построил другую стену, и укрепил Милло в городе Давидовом, и наготовил множество оружия и щитов. И поставил военачальников над народом, и собрал их к себе на площадь у городских ворот, и говорил к сердцу их, и сказал, будьте тверды и мужественны. Не бойтесь и не страшитесь царя ассирийского и всего множества, которое с ним, потому что с нами более, нежели с ним. С ним мышца плотская, а с нами Господь, Бог наш, чтобы помогать нам и сражаться на бранях наших. И подкрепился народ словами езекии царя иудейского. После сего послал Синахерим царь ассирийский рабов своих в Иерусалим. Сам он стоял против Лохиса, и вся сила его с ним, к езекии царю иудейскому, и ко всем иудеям, которые в Иерусалиме, сказать. Так говорит Синахерим царь ассирийский. На что вы надеетесь и сидите в крепости в Иерусалиме? Не обольщает ли вас езекия, чтобы предать вас смерти от голода и жажды, говоря, Господь Бог наш спасет нас от руки царя ассирийского? Не этот ли езекий разрушил высоты его и жертвенники его? И сказал иудеи и Иерусалиму, пред жертвенником единым поклоняйтесь и на нем совершайте курение. Разве вы не знаете, что сделал я и отцы мои со всеми народами земель? Могли ли боги народов земных спасти землю свою от руки моей? Кто из всех богов народов, истребленных отцами моими, мог спасти народ свой от руки моей? Как же возможно ваш бог спасти вас от руки моей? И ныне пусть не обольщает вас езекия и не отклоняет вас таким образом, не верьте ему. И если не в силах был ни один бог, ни одного народа и царства спасти народ свой от руки моей и от руки отцов моих, то и ваш бог не спасет вас от руки моей. И еще многое говорили рабы его против Господа Бога и против езекии раба его. И письма писал он, в которых поносил Господа Бога Израилева, и говорил против него такие слова, «Как боги народов земных не спасли народов своих от руки моей, так бог езекии не спасет народа своего от руки моей». И кричали громким голосом на иудейском языке к народу иерусалимскому, который был на стене, чтобы устрашить его, и напугать его, и взять город. И говорили о боге Иерусалима, как о богах народов земли изделий рук человеческих. И помолился царь Езекия и Исаия, сын Амосов, пророк, и возопили к небу, и послал Господь ангела, и он истребил всех храбрых и главноначальствующего, и начальствующих в войске царя Ассирийского. И возвратился он со стыдом в землю свою. И когда пришел в дом Бога своего, исшедшие из чресла его, поразили его там мечом. Так спас Господь Езекию и жители Иерусалима от руки Синахерима, царя Ассирийского, и от руки всех, и оберегал их отовсюду. Тогда многие приносили дары Господу в Иерусалим и дорогие вещи Езекии царю Иудейскому, и он возвеличился после сего в глазах всех народов. В те дни заболел Езекия смертельно, и помолился Господу, и он услышал его и дал ему знамение. Но не воздал Езекия за оказанное ему благодеяние, ибо возгордилось сердце его. И был на него гнев Божий и на Иудею, и на Иерусалим. Но как смирился Езекия в гордости сердца своего, сам и жители Иерусалима, то не пришел на них гнев Господень во дни Езекии. И было у Езекии богатства и славы весьма много. И хранилище он сделал у себя для серебра и золота и камней драгоценных, и для ароматов и щитов, и для всяких драгоценных сосудов. И кладовые для произведений земли, для хлеба, вина и масла, и стойла для всякого рода скота, и дворы для стад. И города построил себе, и стад мелкого и крупного скота было у него множество, потому что дал ему бог весьма большое имущество. Он же, Езекия, запер верхний проток вод Геона и провел их вниз к западной стороне города Давидова, и действовал успешно Езекия во всяком деле своем. Только при послах царей вавилонских, которые присылали к нему спросить о знамении, бывшем на земле, оставил его бог, чтобы испытать его и открыть все, что у него на сердце. Прочие деяния Езекии и добродетели его описаны в видении Исаии, сына Амосова, пророка, и в книге царей иудейских и израильских. И почил Езекия с отцами своими, и похоронили его над гробницами сыновей Давидовых, и почесть воздали ему по смерти его все иудеи и жители Иерусалима. И воцарился Монасия, сын его, вместо него. Тридцать третья глава второй книги Паральпоминон Двенадцати лет был Монасия, когда воцарился, и пятьдесят пять лет царствовал в Иерусалиме. И делал он неугодное в очах Господних, подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых. И снова построил высоты, которые разрушил Езекий и отец его, и поставил жертвенники воалом, и устроил дубравы, и поклонялся всему воинству небесному, и служил ему. И соорудил жертвенники в доме Господнем, о котором сказал Господь в Иерусалиме, будет имя мое вечно. И соорудил жертвенники всему воинству небесному на обоих дворах дома Господня. Он же проводил сыновей своих через огонь в долине сына Яномова, и гадал, и ворожил, и чародействовал, и учредил вызывателей мертвецов и волшебников. Много делал он неугодного в очах Господа, поргневлению его. И поставил резного идола, которого сделал в доме Божием, о котором говорил Бог Давиду и Соломону, сыну его, в доме всем и в Иерусалиме, который я избрал из всех колен Израилевых, я положу имя мое навек. И не дам впредь выступить ноге Израиля из земли сей, которую я укрепил за отцами их, если только они будут стараться исполнять все, что я заповедал им, по всему закону и уставам и повелениям, данным рукой Моисея. Но Монассия довел Иудею и жителей Иерусалима до того, что они поступали хуже тех народов, которых истребил Господь от лица сынов Израилевых. И говорил Господь к Монассии и к народу его, но они не слушали. И привел Господь на них военачальников царя Ассирийского, и заковали они Монассию в кандалы, и оковали его цепями, и отвели его в Вавилон. И в тесноте своей он стал умолять лицо Господа Бога своего, и глубоко смирился пред Богом отцом своих. И помолился ему, и Бог преклонился к нему, и услышал моление его, и возвратил его в Иерусалим на царство его, и узнал Монассия, что Господь есть Бог. И после того построил внешнюю стену города Давидова на западной стороне Геона, по лощине и до входа в рыбные ворота. И провел ее вокруг Офела, и высоко поднял ее, и поставил начальников по всем укрепленным городам в Иудее, и низверг чужеземных богов, и идола из Дома Господня, и все капища, которые соорудил на горе Дома Господня и в Иерусалиме, и выбросил их за город. И восстановил жертвенник Господень, и принес на нем жертвы мирные и хвалебные, и сказал иудеям, чтоб они служили Господу Богу Израилеву. Но народ еще приносил жертвы на высотах, хотя и Господу Богу Своему. Прочие дела Монассии и молитва его к Богу Своему и слова прозорливцев, говоривших к нему именем Господа Бога Израилева, находятся в записях царей Израилевых. И молитва его, и то, что Бог преклонился к нему, и все грехи его и беззакония его, и места, на которых он построил высоты и поставил изображения астарты и истуканов, прежде нежели смирился, описаны в записях Хозая. И почил Монассия с отцами своими, и похоронили его в доме его, и воцарился Амон, сын его, вместо него. Двадцати двух лет был Амон, когда воцарился, и два года царствовал в Иерусалиме, и делал неугодное в очах Господних так, как делал Монассий, отец его, и всем истуканам, которых сделал Монассий, отец его, приносил Амон жертвы и служил им, и не смирился пред лицом Господним, как смирился Монассий, отец его. Напротив, Амон умножил свои грехи, и составили против него заговор слуги его, и умертвили его в доме его. Но народ земли перебил всех бывших в заговоре против царя Амона, и воцарил народ земли Иосию, сына его, вместо него. Приветствую вас, уважаемые слушатели, у микрофона Виталий Алийник, руководитель Центра духовного просвещения. Сегодня 138-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – вторая книга «Паралипоменон», главы 32-я и 33-я. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра духовного просвещения по адресу www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле – «Благая весть в Библии». Сегодня мы рассмотрим с вами тему Божьей милости, долготерпения и прощения, явленных в опыте царя Монасии. Вначале посмотрим, в каком доме вырос этот человек. В 32-й главе 2-й книги «Паралипоменон» 33-й стих говорит «И почил Езекия с отцами своими, и похоронили его над гробницами сыновей Давидовых, и почесть воздали ему по смерти его все иудеи и жители Иерусалима. И воцарился Монасия, сын его, вместо него». Итак, у Монасии отцом был Езекия. Мы узнаем из Священного Писания, что Езекия был благочестивым царем, который служил Господу. Вот какая характеристика дана ему в 18-й главе 4-й книги царств, стихах с 3-го по 6-й. «И делал он угодное в очах Господних, во всем так, как делал Давид, отец его. Он отменил высоты, разбил статуи, срубил дубраву и истребил медного змея, которого сделал Моисей. Потому что до самых тех дней сыны Израилевы кодили ему и называли его Нехуштан. На Господа Бога Израилева уповал он, и такого, как он, не бывало между всеми царями иудейскими, и после него, и прежде него. И прилепился он к Господу, и не отступал от него, и соблюдал заповеди его, какие заповедал Господь Моисею». Итак, Монасии довелось родиться в очень благополучной, в духовном отношении и в нравственном отношении семье. Его отец Езекия был лучшим из царей, что касается верности Господу и исполнения его воли. Более того, в жизни Езекии, в семье которого вырос царь Монасия, было явлено особое чудо. Четвертая книга Царств, двадцатая глава, стихи из четвертого по седьмой. Исайя еще не вышел из города, как было к нему слово Господне. «Возвратись и скажи Езекии и владыке народа моего, так говорит Господь Бог Давида отца твоего, я услышал молитву твою, увидел слезы твои, вот я исцелю тебя. В третий день пойдешь в дом Господень, и прибавлю ко дням твоим пятнадцать лет, и от руки царя Ассирийского спасу тебя и город сей, и защищу город сей ради себя и ради Давида, раба моего». И сказал Исайя, возьмите пласт смокф, и взяли, и приложили к нарыву, и он выздоровел. Таким образом, мы находим, что монассия рождается в условиях, где существовали все предпосылки для праведной. Бог же стал монассия человеком, каким он стал царем. Вторая книга Паралипоменон, тридцать третья глава, стихи со второго по десятый. «И делал он неугодные в очах Господних, подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых, и снова построил высоты, которые разрушил Езекий отец его, и поставил жертвенник Ваалам, и устроил дубравы, и поклонялся всему воинству небесному, и служил ему, и соорудил жертвенники в доме Господнем, о котором сказал Господь, в Иерусалиме будет имя мое вечно, и соорудил жертвенники всему воинству небесному, на обоих дворах дома Господня. Он же проводил сыновей своих через огонь, в долине сына Яномова, и гадал, и ворожил, и чародействовал, и учредил вызывателей мертвецов и волшебников. Много делал он неугодного в очах Господа, к прогневлению его, и поставил резного идола, которого сделал, «в доме Божием, о котором говорил Бог Давиду и Соломону сыну его, в доме сём и в Иерусалиме, который я избрал из всех колен Израилевых, я положу имя мое навек, и не дам впредь выступить ноге Израиля и земли сей, которую я укрепил за отцами их, и если только они будут стараться исполнять всё, что я заповедал им по всему закону и уставам и повелениям, данным рукою Моисея». Но Монасия довёл Иудею и жителей Иерусалима до того, что они поступали хуже тех народов, которых истребил Господь от лица сынов Израилевых, и говорил Господь к Монасии и к народу его, но они не слушали. Вот описание жизни Монасии и его царствования. Его злодеяния, которые длились на протяжении полувека, стали самым мрачным периодом в истории Южного Иудейского царства. Он пролил также и много крови, как говорится в параллельном повествовании в Четвёртой книге царств. Он делал много несправедливости, притеснял и убивал невинных людей. Не помогло доброе влияние отца, не слушал пророков Божьих, через которых говорил Господь к Монасии и к народу его. Монасия стал позором для своих родителей. К сожалению, благочестивое влияние, которое было в первые двенадцать лет его жизни, не смогло обеспечить и гарантировать его личную духовность, его личную нравственность. То же самое, к сожалению, мы видим и сегодня. Несмотря на доброе влияние родителей, несмотря на хорошее воспитание, дети зачастую принимают собственные решения о том, как им жить. Что же было в результате всего этого злодеяния? Вот что мы читаем в одиннадцатом стихе тридцать третьей главы второй книги Паралипоменон. «И привёл Господь на них военачальников царя Ассирийского, и заковали они Монасию в кандалы, и оковали его цепями, и отвели его в Вавилон». За все злодеяния приходит наказание. Он оказывается лишённым царства, оказывается депортированным в далёкую страну, в кандалах и оковах, и оказывается в темнице, оказывается в плену в Вавилоне. Многие на этом месте повествования радуются тому, что Господь покарал такого нечестивца. Так ему и надо, сам заслужил, злорадствуют некоторые. Однако дальнейшее повествование показывает нам удивительные глубины Божьей любви, сострадания, долготерпения и прощения. Читаем стихи с 12 по 16, 33 главы 2 книги Паралипоменона. «И в тесноте своей он стал умолять лице Господа Бога своего, и глубоко смирился пред Богом отцов своих, и помолился ему, и Бог преклонился к нему, и услышал моление его, и возвратил его в Иерусалим на царство его, и узнал Монасия, что Господь есть Бог. И после того построил внешнюю стену города Давидова на западной стороне Геона, Палащине и до входа в Рыбные ворота, и провел ее вокруг Афела, и высоко поднял ее, и поставил военачальников по всем укрепленным городам в Иудее, и низверг чужеземных богов, и идола из Дома Господня, и все капища, которые соорудил на горе Дома Господня и в Иерусалиме, и выбросил их за город, и восстановил жертвенник Господень, и принес на нем жертвы мирные и хвалебные, и сказал иудеям, чтобы они служили Господу Богу Израилеву. В это многим даже трудно поверить. После таких злодеяний, после кровопролития, после язычества, волшебства, колдовства и всего прочего, что омерзительного чаха Господних, после наказания и отведения в плен, когда Монасия в теснотество и стал умолять Господа, и глубоко смирился, и помолился ему, Господь услышал его, помиловал, простил и возвратил на престол. И потому последние годы царствования Монасии были благочестивыми. Родителям, дети которых не всегда рады, и радуют их своим выбором в сфере нравственности, этот отрывок Священного Писания говорит, «Добрые семена, посеянные вами когда-то в детстве, не останутся напрасными. Да, сам человек, ваш сын или дочь, принимает решение, каким ему быть, но, если была добрая нравственная основа, это поможет ему или ей в трудный кризисный момент». И, конечно же, больше всего удивляет в этом повествовании, поражает нас Божья любовь и милость. Потому сегодня я хотел бы обратиться с призывом каждому из вас. Как бы глубоко вы ни пали, помните, Господь с нетерпением ждет вас. Нет слишком тяжелого греха, который Бог отказался бы простить. Идите к нему с искренним покаянием. Он много милостив.